Свой человек – фильтр входящих сообщений. Своего человека нужно ждать, распознавать, отвергать неинтересно. Навсегда вырывай себя с корнем из отношений с предателями. Быть экспертом по уходу, по оставлению, по невозвращению. От всего, что меньше, площа, скуднее, чем цели души. Какие еще вторые шансы, если и первые даются с большим трудом? Мужчины и женщины сбегают трепетными ланями от прямых проясняющих вопросов, когда их сверхчувствительное эго видит угрозу в ясности. Как жаль. А я не могу жить в пространстве лжи и сомнений. Не могу ни физически, ни психологически. Никаких компромиссов, никакого снисхождения. Честность – это легко, если идти в нее и не оглядываться. Но в мире лжи честность – это враг. Я знаю, что встречают по одежке. Я знаю фантазии, иллюзии, проекции. Это повседневный корм людей в отношениях. Я знаю, что на самом деле ни один мужчина не интересуется внутренним миром женщины и не хочет разбираться в тонкостях ее натуры. Разве что психотерапевт. Потому что это его работа. Упростить, свести к своему привычному шаблону, наклеить ярлык. Так делают все. Это необходимо для классификации и распознавания. Разница только в диапазоне воображения. Таков механизм. Ценить уникальность, неповторимость могут лишь те, кто сам открыл в себе эти качества. А многие ли? Что такое свой человек для меня еще? Он тот, кто знает себя, чувствует себя, доверяет себе. А потому видит другого реальным. Имеет мужество для этого. Часто ли такие встречались? Нет. Можно заблуждаться и преодолевать заблуждения. А можно хотеть длить иллюзии. Жить в череде прекрасных оморозчиков, уводящих от внимания к реальности. Говорят, спящего не буди. Спящего обходи. Мимо. Грезить на его – это не так больно. Смотреть в правду открытыми глазами и открытым сердцем – вот что больно. Способность выдерживать боль не у всех одинаковая. Мой человек не боится боли. Не уходит в выдуманные миры. Мой человек – тот, кто видит ясно и четко. Тот, кто желает изменений. Тот, кто ищет развития. Кто не искажает понятие искренности в угоду своим представлениям и комфорте. Мой человек – тот, кто никогда не заставит меня сомневаться в себе. Ради потихи своего эго. Ведь как бывает сложно себя простить за полшага от бездны самопредательства. Поставить другого мерилом своей ценности во имя любви к нему – вот это ошибка. Ненужная жертва. Но вовремя очнуться и осознать приближающуюся катастрофу – большая удача и поддержка Богу. Легко впасть в ловушку, когда мало опыта. Когда опыт набран, ты взбираешься на вершину и становишься недосягаем для тех, кто желает тебя искусить. Потому что слишком много усилий придется приложить, даже для первичной коммуникации. Как минимум, тоже придется взбираться на вершину. Преимущество завершиненности неоспоримо. Морозостойкие отшельники, досконально познавшие слишком человеческое, располагаются каждой на своей вершине свободно. И иногда телепатируют друг другу изящные мысли, не разрушая границу единенности. На вершине хорошо, под неусыпным оком шивы. Можно не беспокоиться о полчищих муравьев, что толкутся внизу, щелкая фотоаппаратами и зубоскаля любопытством. Они не подойдут, даже первый порог не осилят, некомфортно. Отличить своего от несвоего очень просто. По форме самоизложения. Свои знают секретные коды и пароли взаимодействия, а чужие бряцают словами наугад, в счет силе сымитировать понимание, ломятся в закрытые двери, думая, что там вкусненькое для них припасено. Цель, ради которой следует прилагать усилия, систематические усилия, уже сама по себе является фильтром, входящим в сообщение. Шива сжег бога любви к Аму, чтобы тот не отвлекал его от медитации. Точно так же поступаю я с назойливыми любопытными муравьями, если они не сообразят сами ретироваться в более легкодоступные и теплоласковые края.